Спасибо большое, уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета, уважаемые участники заседания. Позвольте поприветствовать всех участников сегодняшнего заседания и поблагодарить российскую сторону за прекрасную организацию нашей встречи и традиционно тёплый и радушный приём, который нам оказывается здесь, в Санкт-Петербурге. Уважаемые коллеги, участие в Евразийском экономическом союзе является одним из приоритетных направлений деятельности нашего правительства. Торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС становится одним из важнейших позитивных факторов, влияющих на экономический рост и внешнеторговый потенциал страны. Так, рост товарооборота Армении со странами ЕАЭС за первые 10 месяцев 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года составило 15%. Объём экспорта в страны ЕАЭС за тот же период увеличился более чем на 22%, в то время как общий объём экспорта Армении увеличился на 11,7%. Увеличивается также и доля стран ЕАЭС в общей структуре экспорта Армении. Данные факты, думаю, свидетельствуют не только о благоприятной конъюнктуре, сложившейся на рынках ЕАЭС для наших товаров, но и об эффективности инструментов свободной торговли, действующей в нашем союзе. Армения заинтересована в дальнейшем углублении интеграционных процессов в ЕАЭС, готова и впредь прилагать все усилия для совершенствования институтов интеграции и поиска новых путей и механизмов сотрудничества. В этом контексте хочу заметить, что Армения приветствует декларацию о дальнейшем углублении интеграционных процессов и поддерживает её положение, определяющее философию нашего сотрудничества и основные направления его развития. Мы убеждены, что интеграция наших стран призвана служить созданию комфортных условий для введения бизнеса и полноценной реализации человеческого потенциала. Чем существеннее прогресс в этом вопросе, тем более хозяйствующих субъектов и отдельных лиц будет заинтересованы в углублении интеграции. Процесс интеграции будет более динамичным, если наши граждане увидят, что параллельно с этим улучшаются их жизненные условия. Уважаемые коллеги, правительство Армении нацелено на развитие технологических секторов экономики. Информационные технологии являются самой быстро развивающейся отраслью нашей экономики и потенциальным конкурентным преимуществом нашей страны. В этой связи особый интерес для нас представляет цифровая повестка Евразийского экономического союза. Она полностью созвучна с нашими приоритетами, и мы заинтересованы в ее полноценной реализации. Особую важность Армении придает диверсификации внешнеэкономических связей. Мы все тело поддерживаем основные направления международной деятельности ЕС на 2019 год и усилия, направленные на расширение географии договоров о свободной торговле. Считаем приоритетным сотрудничество с Европейским Союзом, а также со странами, которые являются нашими непосредственными торговыми партнерами. Армения готова стать эффективной платформой для развития торгово-экономических отношений с Ираном. Мы также готовы принимать активную роль переговоров с Египтом по соглашению о свободной торговле. Мы заинтересованы в скорейшем вступлении в силу договоров с Ираном и Китаем. Правительство Армении завершает внутригосударственную процедуру ратификации этих документов и вскоре после проведения парламентских выборов несет их на одобрение Национального собрания страны. Уважаемые коллеги, сегодня в Армении происходят изменения, затрагивающие по сути все стороны жизни нашего общества. Как вы знаете, через три дня у нас пройдут внеочередные парламентские выборы. Я могу с уверенностью заявить, что сегодня в Армении имеются все условия, необходимые для проведения самых открытых, свободных и справедливых выборов, имеющих место в нашей стране за последние четверть века. Созданы все условия для свободного волеизъявления нашего народа. Новый парламент даст народу Армении возможность для формирования правительства, деятельность которого будет нацелена на достижение скорейших результатов, приоритетных для нашего общества областях, а именно в борьбе против коррупции, укреплении институтов верховенства закона и создании равных условий для всех субъектов, действующих в экономической и политической жизни нашей страны. В конце хотел бы затронуть вопрос о представленности Армении в Евразийском межправительственном совете. Руководствуясь принципом партнёрских взаимоотношений и конструктивного подхода в том, что касается функционирования нашего союза, мы не настаиваем на незамедлительном обсуждении этого вопроса и принятии соответствующего решения. Однако это чувствительный для нас вопрос, и мы бы хотели оставить его в общей повестке наших обсуждений с целью достижения взаимоприемлемого для всех нас решения. И завершая своё выступление, хочу заверить, что Армения готова к принятию эстафеты председательства в Высшем Евразийском экономическом совете и рада будет принять одно из его заседаний. Мы приложим все усилия для успешного выполнения этой важной и ответственной задачи. Надеюсь, через год мы будем иметь более консолидированный союз, служащий интересам наших экономик, государств и народов. Благодарю за внимание.